Правильное опознание есть двух видов, как я говорил вчера, прямое и с помощью мышления, прямого опознания есть четыре вида. Познание с помощью органов чувств, с помощью ума, самосознания, и юридическое опознание. Таким образом, может быть правильное, прямое опознание? Что это? Сомнение? Сомнение же не было. Как это получается? и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возвращаемся к нашему миру. В этом случае, когда мы будем делать, мы будем делать это. То есть восприятие может быть с помощью того, что мы действительно видели, допустим, и помним, что на собственном опыте, либо на осознании того, что мы видим и на внешних объектах. Не трудно это, что-то я сам не очень так понимаю. Когда мы говорим ранрик, это осознание с помощью собственного опознания, самоосознание, поэтому ранрик это называется собственное опознание, то, что мы внутри опознали. Другой вид восприятия, это то, что мы воспринимаем, основываясь на видимом элементе. Извне, допустим, есть материальный объект, который мы воспринимаем, и мы считаем, что от него идет он истинно существующий, и мы осознаем его посредством того, что он там где-то есть. А изнутри осознание, то есть истинно существующая внутри, или истинно существующая вовне. То есть, наверное, то, что мы говорили по поводу уйбаших тоже. Повae значить волосы одно ие. Особear But Sims х kaç, mentioned that say Рикансическое себе basement, принято. Нефот59 срочи. Риканская девочка и тушечка, но если joining الع Nestил, причем это нефотограф一定要 letных зас French Тюму, проявляем, Уан – это орган чувства. С помощью органов чувства мы воспринимаем объект, и основываясь на данных от органов чувств, необъяснимое познавание, это называется познавание, основанное на органах чувств. Когда начинается, неукоминали, амы нет, если надо, не выборы. Аминь, есть комикс. И еще одна часть указания. Симплика и мы не заходим. Вот когда мы у нас наше сов topic, если мы оzeitим? Мы оставляем месик и еще один из них. Мы оставляем месик и снова желаемый. И с помощью нас, мы оставляем месик и смеет камеру, мы оставляем месик и стек. В общем, то, что мы говорили о Вайбашиках, то есть Вайбашика полагает, что материя главенствует в познании. То есть извне, на внешнем уровне мы воспринимаем что-то, и только это истинно существует, и глаз, он тоже материален и относится к внешней материи. А саутрански уже говорят, что важен кусочек сознания, или часть сознания, которая осознает или анализирует то, что воспринял глаз. И истинно существует не только внешняя материя, но и кусочек сознания, можно сказать, или часть сознания, которая относится или отвечает за тот или иной орган чувств, за зрительное, допустим, восприятие. И вот оно восприняло, и оно тоже истинно существует. Оно должно существовать для того, чтобы осознание было, осознание имело место быть в этом мире. То есть не только внешний объект как материя, но и сознание как часть нематериального, но истинно существующего. Поехали. Меня зовут Алахats英анингу. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Ухом, языком и носом Есть опора, орган чувства, орган зрения или орган обоняния, орган слухового аппарата И вот эта частичка сознания, отвечающая, не материальное сознание, отвечающая за восприятие того или иного органа чувств Она тоже истинно существующая должна присутствовать И вот это отличает Саутрантика, школу Саутрантика Так она уже истинно существует Д торжественная система Вот онwarян decision Ураян course Да, он не начал снять Р mistake Я думаю, что на всеHO потребуется Да Да, по-моему. Только было, но, соответственно, в этом видео мы с вами stoим вакуум. Потому что они не очень слышны. Потому что нам не похож на эту работу. Потому что это был так, Вакуум, вакуум, не что есть, и вакуум. Саутрантика и также школа просто ума они основываются в том, что почему вот этот Ронрик они ставят и принимают вот этот Ронрик, то есть самоосознавание или вот этот кусочек сознания. Почему? Потому что они говорят, что если бы не было этого истинно существующего, истинно существующей части сознания, то мы не могли бы помнить, то негде было бы существовать истинному нашей памяти. Мы бы не помнили и не могли бы существовать, не зная или не помня чего-то в нашей жизни. То есть существует память, и это является примером того, что и существует, должно существовать познание или вот это самоосознавание. И это частичка истинно существующего самоосознавания утверждается в школе Саут-Трантика и школе просто ума, Читоматринок. Вот у них это вот особенность этих школ. И это очень вызывает очень много дискуссий, дебатов, то есть так это или нет. Или вот в общем это очень такой спорный момент существования вот этого самоосознавания. Или истинно существующего сознания, или как части элемента существования. Например, в Батышаре Аватаре Шансидева в некоторых вот стихах говорит об отрицании вот этого Раун-рик. Потому что матхямики не признают этот Раун-рик или самоосознавание как истинно существующий элемент. В Батышаре Аватаре есть вот эта глава о мудрости, где идет разбор по школам. Девятая глава. Раун-рик. Да. Матхьянники оспаривают о самоосознавании, говоря о том, что действующие и действие тогда должны слиться воедино. То есть они не будут раздельными элементами действия и действующие, если самоосознавание будет истинно существующим. То есть они не будут раздельными элементами действия, но они не будут раздельными элементами действия. То есть они не будут раздельными элементами действия, но они не будут раздельными элементами действия. То есть они будут раздельными элементами действия. Я не знаю. Мама коран и коран сэйвы сэйвы сэйвы. Сэйвы. А вот. Сэйвы. Он говорит. Мюнбак и наунырн он не мюнбак. Коран и коран диба сэйвы сэйвы. Сам этот термин, самоосознавание, он такой противоречивый, потому что кто, всегда должен быть какой-то субъект для действия. Допустим, осознающий не может осознать себя. Он всегда осознает какой-то внешний объект. Когда мы осознаем какой-то внешний объект, то мы делим на этот объект и самоосознавание. Но если сознание может ли увидеть само сознание? Это то же самое, что если бы нож мог разрезать себя. Или этот светильник мог осветить себя. Или все равно, что мы могли бы запрыгнуть себе на шею. Матхемики говорят, что самоосознание отрицается, потому что тогда вот эта щепа сознания, она могла бы увидеть себя, если бы было самоосознавание. Но так как сознание не может себя увидеть, то это отрицает самоосознание как истинно существующее. В общем, на этом мы сейчас остановимся. И в общем, стоит подумать о том, что такое самоосознавание. Что это значит? Если без объекта сознания, без объекта сознания может ли быть или не может быть? Вот это самый главный камень преподавания, почему и школа матхемиков отрицает и школу просто ума, и саутрантика. То есть если бы было самостоятельно истинно существующее самоосознавание, то оно должно было бы воспринимать само себя. А само себя сознание не может воспринять. То есть должен всегда, мы всегда думаем, что именно субъект объект, субъект воспринимает объект. А само себя мы ловить не можем, сам нож себя разрезать не можем. И поэтому это один из таких аргументов, которым матхемики бьют вот эту логику саутрантиков и читаматринах. Хорошо, мы сейчас делаем перерыв на обед и в 2 часа собираемся. Спасибо.